Доброго вечера, друзья! Самое главное, чтобы мы сейчас с вами здесь не утонули. В попытке развернуться. Как я, в принципе, и хотел. Сейчас мы так по прямой. Так. Пробуем назад по прямой выехать. Ага, хрен, я уже утонул. Ну что, я, в принципе, так сразу и говорил, что я здесь утонул. Все, вот стоило только сюда заехать. И все. И она провалилась. Сейчас пришлют погрузчик, сказали. Я подошел к тому, говорит, кто-то не возьмет. Сейчас большой пришлют в Вольву. А то он меня вот так по кругу протянет. Видите, сразу же все утонуло полностью. Я предупреждал, что здесь ничего не получится. Здесь, сами видите, что здесь делается. Ну, а по-другому никак там задом тоже не выломать. Ну, можно, конечно, точно так же задом выгонять. Как заезжал под правую руку. Ну, хреново, неудобно. Ну, в принципе, надо было пробовать. Ну, думал, может, проеду все-таки. Я не собирался круголя рисовать. Я думал, вот так вот вытянусь, как сейчас. И потом вот сюда задом сдам. И туда поеду. Думал, туда вот подальше чуть на бугор залезу. И потом с горочки скачусь. Нифига не получилось. Ладно, сейчас приедут, вытащат. Так. Сейчас мы туда вкручиваем этот крюк. И будем ждать погрузчика. Ну что? Вот так. Не пойдет. Трос надо хороший. Мы вкручиваем. Мы вкручиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходится вот так, братцы, ездить... Продолжение следует... 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 на повороте грибла да ладно все будем двигаться считать еще полчаса потерял хочу до темна успеть хотя бы это бездорожье проехать самое вот там дальше уже как пойдет вот так 9 не лежали разминка такая побегал там туда сюда же крюк зацепил отцепил огонь но поехали самостоятельно 5 часов часа два еще до темноты успеем выскочить я думаю отсюда с бездорожья этого а буксует на ровном месте все раз круг почета нарисуем вокруг пацанов те два стоят в этом как его чумском там я сейчас туда на легковой ездил 80 метров изменения на следующем повороте резко поверните направо ну что я поехал я в курсе понедельник на только двинется отсюда но завтра суббота а таможене не работает пять часов все пол пятого сегодня там будем выгружаться но мне тоже так логист говорит ну а этот говорит таможенник что нет но я понимаю но у меня это тоже заказчик новосибирске у меня тот же самый что и у тебя а я не знаю там шеф связывается я просто говорю что он ему то же самое поют а мне сейчас таможенник сказал что эти даже этот не поедет которого сегодня срок закончился а их сегодня начнут закрывать и только по в понедельник откроют ну тоже доставку дадут километровую якобы чтобы не гонять так что он может быть поедете ну вариантов я думаю что вряд ли скорее всего до понедельника поставите точно поехал ну да за там все я даже не хотел крутиться я думал туда вытяну назад там и вывернусь по твердым о чем ты говоришь я только туда вытянулся и все бульк там ты что там ничего нету есть только накладная ттн к и и этот не на ней пищать таможенная декларация в электронном виде все просто блять на документах нахуй установит менты блять на документах нахуй этот блять и в Иркутске нету так ттн к есть отсюда с Чунского до Иркутска да с таможенной печати а электронка дттшка в награде там в электронном виде но нам до понедельника пока сказал это этим до понедельника вам еще больше здесь этого досмотра в понедельник который без помба я сказал что жопу пусть но говорит сказали что это только предупреждение я говорю это тебе так был бы ты в москве братан тебе был паяли бы по полной по полной и на фирм фирму в черный список и на всех границах потом я говорю ну господи пломбу сорвать но этот хорошо и скорее всего стоять а куда там выгружать я еще даже не знаю я бы искуски на свх ни разу не был там уж ты свой хакок здесь на 10 машин ни склада нет ничего они никто не знает и этого не слушай он сам ничего толком не знает там никто ничего не знает тот говорит экспедитор одно что нас там выгрузят а куда выгружать чтобы не случилось так что будет все таки сбор 16 машин потом декларацию подадут и потом до суда уже не надо никакие документы нас выкинут я думал до утра сейчас посмотрел погоду в 4 утра снег начнется думу поеду сейчас до темна выберусь туда на эту трассу и отдыхать я хоть разданусь немножко давайте счастлива вот вот а ну тут короче новостей много короче тут вел белорусские машины парнишка я не знаю какой причине сорвал пломбу а можно нет нет на право будут его досматривать здесь понедельник ну а кто говорит как вот как нашему логисту говорят что у нас там будут выгружать в иркутске ну чтобы иркутске нас разгрузить там нужен склад точно такой же не сможет быть и там дай бог если там так выкинуть мне все равно где выгрузить мне главное выгрузить вот да иркутска мне 767 километров доставку у меня в понедельник дали только накладную товара транспортную и все и сказали чешите или это декларация таможенная что я перенаправлен туда на иркутске этот пост она в электронном виде короче больше меня ничего нет плавно поверните направо вот такое у нас тут интересное кино получается со складом ну как вот признался мастер здесь или кто он тут короче он сказал что что-то со складом у них не получается открыть не знаю почему какие-то проблемы что бы не получилось такая неприятная штука что вкус действительно мы не ждали все 16 машин и потом нас выгружаться здесь ну растаможит и только потом выгружаться вуз такое тоже не исключено ох вот крестик огонь ну что едем пять часов короче движим движемся сегодня доберемся до этого до федералки до стоянки и я бы я бы поехал бы утром но я так телефон посмотрел утром снег начинается так это две снежинки такой снежок я понимаю довольно-таки серьезно поэтому думаю нет поеду сегодня ну что вперед с богом местные заправки тут еще посмотри тут даже эти этим колонкам ну то что они старше меня это факт я еще как себе режим у нас тоже такая там была где-то такая штука крутится носик такой как часы обалдеть а вот пацаны из Чунского возвращаются давайте давайте дальше на Великое Стоялово ну и до понедельника вот этого парня буду досматривать который порву снял в понедельник после обеда ну а второму сказали ну такая же процедура будет как у меня если здесь ничего не есть не решится то ему тоже откроют в электронном виде пришлют накладную и они поедут но им накладную нельзя прислать такую необычную ТТНку прислали им то нельзя они белорусы на белорусских играх по обычной ТТНке ездить нельзя в общем это уже будут их проблемы ЦМРку выпишут себе это не проблема не беда так ну она сейчас ждет изумительных 130 км по великому по бездорожью главное сухо ждать с утра потом по снегу такой хороший снежок был нарисован снежинки такие знатные думаю не поеду сегодня потихонечку сейчас выберемся не спеша за три часа может даже до нижней Удинска до стоянки и спать ну просто здесь вот за тем поворотом мы когда сейчас ездили в этот Чунский на легковой с документами разбираться гайцы стояли местные три гаишника на весь Чунский район Говорит все какие-то незнакомые вот здесь они возле остановки не уже нету смотрите что-то уже уже свинтили так вот тут на остановке стояли Брацк налево тайшит направо чунский прямо Здесь совсем немного у нас хорошей дороги и начнется веселье. В предыдущем видео я показывал реку, как она здесь развелась, там старая видеозапись. Вот какая сейчас чуна, как она выглядит, сколько здесь высота моста. И что потом? Что тогда было, вернее? Там старый мост, наверное, был или что там было такое интересное? Какие-то постройки по заради речки. О, было тут зелов. Это же чуна, получается. Это машинки совсем грязненькие идут. Будем надеяться, что мы проедем там. Грибов здесь, в этих лесах. Валера говорил, что тут даже, говорит, не знает, где белые растут. А масляк здесь, говорит, вообще никто просто за грибы не считает. Не берут просто. Их даже собирать не надо. Вышел, ведро поставил, косой махнул, накидал и пошел. Смотрите, какой молоднячок растет. Только грибочки и собирай. Сильно тут не разгонишься. Дорога нет. Поэтому потихоньку, не спеша. Здесь вот еще через зал за май. Ну, говорят, дорога есть. Вернее, она плавно превращается в направление. Даже уже прямо отсюда сказали, ехать здесь не рекомендуется на ваших автомобилях. Лесогорск, Лесогорск. Лесогорск больше, чем Чунский. Нет, оказывается, не больше. Поехали бороться с бездорожьем. Вот снежок шел. Наверное, там все раскисшее. А может, подсохло за день. За бортом 0. Сейчас. Доедем, увидим. Ну, вот, начинается. Первые приколы. Это еще так. Сейчас огромейка впереди. Огонь. Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. Я так и думаю. Как говорил Фунзик. Мкатчан. Великий актер. Танцы пацаны с контейнерами так лихо бегут, что думал, что спереди кровейка начинается. Думаю, пущу я их вперед. Говорят, груженые. Где-то тут что-то грузились. Лесом в контейнера. Что-то выгружали. Лесом в контейнера грузили чего-то. Пускай идут. Они веселее бегут. Я никуда не цараплюсь. Можно ехать хоть на задней передаче. Потихонечку, не спеша. Ну вот, пошла кровейка. Начался автобанинг. Огонь. Как вам мостик? Не, братан. Если ты думаешь, что я полезу в грязь, ты жестоко ошибаешься. Их тут таких хватает. Три тонны на ось. Аварийный мост. Все дела. Стремная штука. Стремная. Сюда-то проехали. Я думаю, назад тоже проедем. Добавил добавить по самой лучшей зверской дороге. Пацаны там. До автобана добрались. Там, видно, совсем... Начинается веселье. Самое интересное впереди. Здесь еще, видите, даже асфальт. Самая такая... Самая такая гравейка еще у нас впереди. Серновые убрали, поле не перепахали. Пахать, будто снег выпадет. Димка, кореш, говорит, вчера, говорит, еду или позавчера. Он ехал, говорит, там что-то в районе Ачинской, по-моему, говорит, снег идет, говорит, и уборочная на полях, на комбайнах, говорит, по сугробам. Нормально, че? Автобанин, автобанин, вай-вай-вай, какой автобанин? Потихоньку, не спеша. Торопиться нема куда. Торопиться нема куда. Торопиться нема куда. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Именно такой сплошной окровейки, где руки-палки. А там кто-то вон наверху и появился. Кто-то большой. Но тут уже нормально. Самая низинка она такая раскисшая. Здесь уже потверже. Я думаю, кто-то большой должен нас пропустить на подъем. А, самосвальчик. Прижался. Проехали. Красавчик. До темна мы вот этот участок пройдем. А там потом тещин язычок. Потом поселок. Забыл название как. Там потом асфальт. Потом еще кусок гравейки. Но там уже ничего такого. Там больше стиральная доска. И все, и потом асфальт. Нормально. Как раз за темно успеем выскочить отсюда. То есть до темно отсюда успеем уйти. С этого, скажем так, не очень хороших участков. Ну, в общем-то, вот и выбрались. Почти стемнело. Сейчас тещин язычок. Ну, не сейчас, дальше. За той горкой. И там, в общем-то, красиво тоже. Камни, только скала. Здесь вот даже можно и разогнаться. 80. 85. Здесь хорошая дорога. Сейчас вот пройдем. Потом еще немножко гравейки. И все, и мы в Байроновке. Через Байроновку выходим и поедем. Ну, сегодня я не знаю, как эта стоянка у Петра называется. Наверное, до нее поедут. В принципе, больше тут как бы ничего и нет. Там и кухня хорошая. Сходим сегодня, уже в кафе поедим. Поужинаем, так сказать. А то... Ой! Что-то мне за эти дни эта вся готовка кухни немножко уже и поднадоела. С 80, конечно, я здесь погорячился, но... Вот он, начинаем спуск. Тещин язык. Ну, сюда вышло уже два с половиной часа. Нет, не два с половиной, два. Даже назад, наверное, у меня получится быстрее. Возможно. Если нам придет сюда возвращаться, то... Если, конечно, снегом тут суета не засыпет дело, то вообще будешь летать. Так-то... Вот... Квиток, по-моему, населенный пункт называется. Поселок. Так-то, ну, как тещин. Не тещин. Короче, нормально. Сам запутался. Ну, такой нет. Что-то тут... Я думал, вроде как вправо надо потом так, влево. Что-то такое было здесь. Пацаны с леса вылезли. Не, здесь хороший такой. Затяжной. Снежочек тут. Гололюдик. Будет довольно-таки весело. Еще не доехали. Сюда, как рисует Машка, у нас вон впереди. Ну, уже отснимем до конца, потому что дальше-то, в принципе, снимать будет нечего. Сейчас темнеет. И так далее, и тому подобное. Отсюда 39 километров. До уже Байроновки, до Т-образного перекрестка. Или это тещин после? Или я что-то попутал? А тещин язычок. И он после этого квитка. Или я вообще что-то попутал? Там-то точно знаю, что после Байроновки был. А здесь... Может, что и попутал? Может, мне там что-то привиделось. Сюда ехал в Азайте, вылупившись за страху. Ну, нет, так нет. Квиток-квиток. Вот это подписчик живет. Я не ошибаюсь. Максим. Рассказывал мне, как сюда ехать. Тут видится движение. О-о-о. Тут все серьезно. Самое главное, что у нас главное. А еще главнее, чтобы об этом знали не только мы. Тайшет-балтос отсюда. И 37-то-т-образного. Направо будет на Тайше. А мы уйдем там. О-о-о. Все по фэн-шу и все серьезно. Добро, Маша-джан. Проедем. Молодежь гуляет. Минус один. В мотоциклах. Все дела. Все как положено. Ты поворачиваешь, дядька? Ну, давай, поворачивай. Вон, тут даже циркушка есть. Что-то сюда ехал, не заметил. Или заметил. Должен был заметить, по идее. Погнали, короче. Не, малость рамсы попутал. Между Тайшетом и Квитком. Это Тещин. Вот он. Спускаемся. 12-ти процентный спуск здесь. Ну, сами понимаете, с той стороны получается 12-ти процентный подъем. Все здесь с поворотом. Интересный участок такой. Там после Китка тот подъемчик тоже такой, не детский. Ну, а этот участок, человек, он такой вообще огонь. Здесь прилипнуть в 3 секунды. Здесь с поворотом. С таким. На 90 градусов. А сейчас будет на 180. Ритарточка держит. Ритарточка держит. Рожь. Разгоняться. И вот она, и вот она. Золот она заштопана. И вот он почти на 180. Даже не почти, а на 180. Ну, сами понимаете, как тут симпатично, когда в снег идет. А это уже, наверное, тайшет. Вон впереди у нас светится. И дальше тут спуск тут тоже хороший. Хороший хребетик, хороший. Пазара нет. Ритарта разрывается, держит. После мостика реки Байроновки у нас еще опять гравейка. Тишей, Алексей Николаевич, тишей. Я-я. Крусишь автобанен? Это вот это, по-моему, да? Да, я левым баком подъеду, а ты тогда право подъезжай. Есть. Должна быть слева стоянка, справа стоянка. Да, Руснефть. Да, 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 да. Нет, стоп. Или сюда. Что-то я не въеду. Да, да, сюда, сюда, сюда. Дальше, правильно. Руснефть у Петра, это вот туда дальше. Ой, какие ямы, какие ямы. Поезды туда, в самый конец стоять. Тут пацаны останавливаются, покушают. Да, кафе у Петра, все верно. Что-то, кто-то ломается, наверное, паркуется. Ну, там какой-то фонарь, вон, светит. Там точно дырочка должна быть. Мы туда, к лесу мордой, загоним. И хорош. Все, программу минимум мы сегодня, максимум, вернее, сегодня выполнили. Мы выбрались из... Мест столь отдаленных. Остальное все завтра по-светлому. Как раз вот, аккурат для нас тут дырочка. Ну, вот, прям как по заказу. И уклон куда надо, в мою сторону. Все. Огонь. Ну, на этом все. До завтра. Перепроложить. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...